Фестиваль немецкого кино стартовал в победе. В этом году в программе 8 новых фильмов, которые уже отметили на Берлинском и других международных кинофестивалях, а также классика немецкого немого кино. В программе не только кинопоказы, но и обсуждение картин с критиками, дискуссии и интерактивные программы. На открытии побывал Михаил Якимов. Фестиваль немецкого кино вновь радует новосибирского зрителя. В программе 8 лучших лент из Германии. Отбор фильмов тщательный. Все они прошли проверку на крупнейших международных фестивалях, прежде чем попасть на новосибирский экран. При выборе фильмов для фестиваля для нас приоритет – это эстетическая составляющая. Это должен быть хороший фильм. Во-вторых, это должен быть яркий фильм. В-третьих, фильм должен иметь общественно важную тематику. «Золотая перчатка» – фильм, который заметно отличается от других. Он выйдет в российский прокат. Премьера в рамках новосибирского фестиваля 30 мая. Главный герой – серийный убийца из Гамбурга – Фридс Хонка. Это реальная история, поэтому ужасная вдвойне. Изюминка фестиваля – специальный показ немого кино. Немецкая классика, покорившая мир. «Носферату» и «Метрополис» под аккомпанемент известного немецкого пианиста Штефана Графа фон Ботмера. Представьте сцену в фильме, где работает огромная машина. И я хочу, чтобы зрители почувствовали, насколько она огромная, насколько она подавляет человека. Могу обыграть так, а могу сделать по-другому. Подхватить маленькую, вторичную тему. Что-то тихое. Показать, насколько человек маленький по сравнению с этой гигантской машиной. Для музыкального сопровождения именно эти картины выбраны не случайно. «Метрополис» недавно показывали в Берлине. И зрители удивились, насколько актуален фильм сегодня. Своё кино на фестивале найдёт и юный зритель. Супомода – трагикомедия о смертельно больной кенийской девочке, которая стремится к своей мечте. Фестиваль немецкого кино, без сомнения, один из самых популярных и любимых горожанами. Его сильная сторона, естественно, в качестве фильмов, которые привозят сюда, в Новосибирск. Это самые актуальные картины, изданные в Германии за последний год. Увидеть многие из них в широком прокате практически невозможно. Увидеть их можно здесь, в кинотеатре «Победа» до 2 июня. Михаил Якимов, Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.